на самом деле это камера ящичного типа почему как бы ящичного потому что она состоит условно говоря из вот этого ящика деревянного клееного сверху кожи вторая модель которую выпускала фирма и ахим которая базировалась в россии и соответственно имела различные склады по продаже оборудования фотооборудования фототехники она по-видимому получила взяла какую-то камеру получила патент на ее изготовление и начал искать ее вот именно вот в этом варианте и ахим то есть производилась в россии собиралась эта камера интересна тем что она просто демонстрирует нам вот это вот желание а перейти от одной пластинки к магазинам магазин вставляется блок пластинок которые автоматически перезагружаются на спуск затвор нажимают и снимают одну пластину она уходит вниз вторая как бы помещается уже на ее место и тому подобное вот если вот мы посмотрим да и вот откроем заднюю стенку здесь есть как раз место для кассет с этой точки зрения это действительно было очень важно потому что не надо было в общем то вставлять отдельно кассету просто блок ставишь закрываешь крышкой и можно снимать там 10 штук например или 12 дюжинами они шли у нее есть два видоискателя таких камер было много они начали появляться в конце 1800 наверно 90-х годов и их продолжали выпускать по первой мировой войны скорее всего ну а в дальнейшем эти мы камера снимали в 20-х и 30-х годах это универсальная камера здесь еще есть изменение выдержек есть вот это вот интересная такая пипочка это для чего для того чтобы надеть резиновый шланг и с помощью груши резиновый делать дистанционные снимки дальность как бы съемки доступность этого зависела только от длины шнура то есть на самом деле можно было купить резиновый шнур там пять метров и соответственно снимать 5 метров сделать автопортреты точно так же можно считать ее репортажной камеры за мы держим ее за ручку условно говоря да и нажимаем вот здесь вот на кнопку спуска и можно использовать горизонтальное положение снимать пейзаж или что-то еще так портрет в большей степени сама по себе камера очень просто то есть есть вот здесь вот ручка которая с помощью которой взводится затвор на самом деле удивительно что она продолжает работать с ней ничего в общем то не случилось за это время нажимаем на кнопку спуска и сейчас постараемся там помолчать да и мы услышим звук затвора все снимок сделал